привет всем друзья вы на канале ProRiders сегодня у нас вот такой вот пациентик Commander Pro Mini аналог Паттона покатал на нем естественно перед этим мы его немножечко проапгрейдили поставили тюнинга на него поставили ему панельки, подушечки для того, чтобы можно было с комфортом кататься и контролировать колесо что в этом колесе мне понравилось с завода, с завода интересная фара со светотеневой границей можно увидеть, что вот она четкая у меня на руке это будет хорошо для ночного времени суток, что уже хорошо да, можно ее подвигать и настроить пучок туда, куда он может, он примерно вот так вот светит что еще понравилось как обычно Begoat радует своими педалями педали у Begoat по сути эталонные, держа хорошие шипы вменяемые достаточно острые при желании можно эти выкрутить поставить более агрессивные что уже хорошо также неплохие бампера металлические вот тут какие-то у нас ребра жесткости да подвеску Саша пытается промять но про подвеску чуть позже есть также ручечка у нас ручечка, ну как и обычно на всех колесах липенькая Саша говорит, что даже ей она немножко низковата но в целом катить за нее можно что уже неплохо вот, внешний вид внешний вид зачетный черный с металлическими бамперами смотрится достаточно агрессивно и прям приятненько тут есть ручка, чтобы можно было браться за нее на торможении экстренном тоже неплохо верхушечка у нас сделана из какого-то поликарбоната также есть боковые накладки мягкие которые у нас сейчас не на колесе амортизаторы у него пружинно-масляные вот тут у нас вот тут у нас они регулируются соответственно один, как я понимаю, отскок другой у нас нажатие регулируется можно подкрутить эту всю историю соответственно сейчас она выкручена максимально то есть максимально мягкий режим далее, что еще ну, естественно, по алгоритмам вся эта история едет как типичный чистокровный бегот есть оффроуд, рейсмод режимы на оффроуд режиме колесо едет неплохо достаточно торговое хорошо подрывает на рейсмод режиме оно более злое для асфальтовых каких-нибудь прохватов по впечатлениям рулежка на этой покрышечке по асфальту отличная но кажется, что она должна быть немножко более слушай, что ты делаешь? вытащить, спасибо зачем ты его вытащишь? за ростом поставить его за ростом стоит спасибо вот, отсюда покрышек может прекрасно по покрышечке по покрышечке следующее покрышка интересная сликовая для асфальта хорошо на больших скоростях устойчиво есть героскопический эффект что неплохо но при этом я бы не сказал что она прям супер мягкая она вроде бы проминается легко когда ты пытаешься въехать какой-то поребрик но мелочевку жрет не так охотно как хотелось бы по зацепу как бы все неплохо но я бы сюда попробовал поставить все-таки какую-то оффроудную повыше помягче возможно дополнительная толщина и высота покрышки добавит ей вот этой вот мягкости на мелочевке которой не хватает подвески касательно подвески подвеска работает достаточно плотно и энергоемко она по своим настройкам такая спортивная зажатая и хочется ну в моем понимании для моего веса в 75 килограмм хочется чтобы она была более отзывчивой то есть для людей кто привык ездить на плотной подвеске кто любит медленный отскок кто имеет хороший внушительный вес хотя бы килограмм под 90 а может быть и больше эта подвеска будет хорошо себя показывать то есть она будет хорошо энергоемко поглощать большие неровности съезды с лестниц всякие лежачие полицейские какие-то ямки по бездорожке она тоже хорошо жрет но мелочевку должна для вот этого колеса все-таки сжрать покрышка если будет хорошая вменяемая покрышка с более высоким профилем и мягкой резиной проблему с мелочевкой можно будет решить во всем остальном это по сути полностью металлическое колесо Бигот постарался в этом плане собрать как можно больше деталей из металла в одну кучу и собрать из этого колесо но по всем остальным моментам по рулежке ощущается немножечко более тяжелым чем тот же паттон например хотя педали по центру тяжести действительно расположены немного ниже примерно на сантиметр ниже чем на паттоне вот примерно вот такая вот история по рулежке на легком на скоростях достаточно стабильном что неплохо для городской езды но вот эта вот подвеска которая не обладает быстрым отскоком смазывает впечатление от езды по каким-то брусчаткам по плитке кажется что должно быть это все немножечко мягче то есть даже мне кажется что на том же Т4 подвеска отрабатывает как будто бы какие-то истории получше поинтереснее но по энергоемкости все-таки вот эта подвеска будет более энергоемко вот по ощущениям от режимов езды рейс-мод и оффроуд-мод на оффроуд-моде на жестком режиме едет неплохо очень хорошо достаточно подрывает но на рейс-моде подрывает еще жестче опять же но если я хочу допустим поехать на этом оффроуд-режиме в лес мне кажется как будто бы немного не хватает торка хотя на прямых на асфальте ты не ощущаешь этой проблемы портов зарядки у нас вот такие стандартные GX20 порта порты 34 вольта заглушка которая плотно фиксирует здесь всю эту историю и по идее вода сюда попадать не должна ну и боксы не вот такие вот у нас тут еще какая-то вроде вроде бы должна быть подсветка прорези под нее есть но пока что подсветки здесь нет боксы металлические и достаточно жесткие возможно если бы сделать из чего-то другого более легкого материала или сплава мы бы могли бы и облегчить вес этого колеса ну что ж самое время поделиться впечатлениями езды на экстримбул команды мини что мне понравилось в этом колесе после небольшой вкатки ты перестаешь ощущать вес колеса в ногах и быстро сливаешься с ним в одно целое скажем так после паттона переход практически незаметен и ощущение от езды достаточно плавные размеренные ты не ощущаешь какого-то мега подрыва но при этом оно едет очень весело если ты на него хорошо наваливаешься оно тебя подхватывает тащит да педальки проваливаются немножко вниз если мы говорим о рейсмод режиме но на то он и рейсмод чтобы помогать нам в разгоне на оффроуд моде колесо немножко более дубовое но при этом также достаточно легко едет вот по тяге по торку что могу сказать по этим параметрам он уступает например тому же экстриму экстрим ощущается более жестким более подрывистым с точки зрения торка поэтому если мы дальше идем например к паттону то я бы не сравнивал по торку два эти кольца потому что по моим ощущениям паттон еще более торковый чем экстрим но опять же все опознается в сравнении ребята говорят что экстрим на 50с типа намного жестче гуляет намного круче едет надо будет еще его обязательно попробовать так вот какие выводы по развесовочке развесовочка на экстрим был мини интересная педали находятся чуть ниже чем на паттоне но центр тяжести как будто бы чуть выше из-за этого поначалу когда только встаешь после паттона он кажется как будто бы немного тяжелее после небольшой вкатки ты ощущаешь его обычным нормальным колесом в ногах то есть нету какого-то чувства что у тебя там какие-то гири в ногах этого всего нет экстрим ощущается тяжелее это 100% потому что у него педали выше и рулить и управлять по моим ощущениям еще тяжелее чем команды мини вот по поворотам по всем вот этим моментам покрышка вот этот слик если мы берем его просто для езды по тротуару он мне показался сначала каким-то непонятным то есть вертлявым слишком как будто бы не очень хорошо держал курсовую устойчивость но и на небольших скоростях когда выезжаешь на прежнюю часть все кардинально меняется появляется гироскопический эффект кольцо становится стабильным спокойно едет по прямым отлично залетает в повороте то есть позволяет тебе с ним делать то что ты хочешь это радует но опять же после покрышки паттона все таки как будто бы кажется вся эта история более жесткая на паттоне покрышка помягче сейчас стоит вот касательно езды по неровностям на экстрим был мини если мы берем конкретно оффроуд историю какие-то брусчатки какие-то прыжки съезды со ступенек и всю вот эту историю связанную с нагрузкой на подвеску то мелочевку практически мы не отрабатываем мы работаем только на средних амплитудах и на жестких каких-то дропах вот в эти моменты ощущается энергоемкость подвески ощущается что она есть ощущается что она помогает что она помогает спускаться с лестниц что она поглощает удары при наезде на лежачий полицейский то есть в этом плане подвеска хорошо срабатывает по моментам с мелочевкой типа таким как вот брусчатка например брусчатку отрабатывает херовенько но как я говорил ранее что с возможностью поменять резину может уйти и этот эффект я бы как ни странно бы наверное рассмотрел бы покрышку ту которая стоит у Саши на S16 Pro CST-131 как по мне она должна быть еще лучше потому что она мягкая она должна как раз вот такие за счет правильно подобранного давления демпфировать вот эту всю мелочь всю более крупную дичь которая попадается на дороге пусть глотает подвеска в плане прыжков паттон прыгучий будет у него отскок более такой быстрый подвеска реагирует быстрее и тебе это доставляет чуть больше фана если ты любишь прыгать если ты привык просто катить и экстрим это не про тебя то подвески экстрим был мини хватает более чем подвески для бездорожки я бы наверное все-таки выбрал паттон все-таки покрышка плюс быстрая подвеска они как-то приятнее все это глотают и ощущение получается более такие интересные вот но экстрим несмотря на свою вот эту достаточно зажатую подвеску и туговатый отскок неплохо едет по бездорожке то есть в какие-то моменты мне даже казалось что как будто бы даже лучше чем на паттоне то есть тут ощущения они конечно могут у всех отличаться в зависимости от того к чему они привыкли если вы до этого катались на без подвесе и возьмете себе экстрим был мини то я не думаю что вы обломаетесь подвеска будет вы будете ощущать вы будете понимать что она есть и наслаждаться колесом потому что оно позволяет тебе делать с ним то что то что ты хочешь плюс оно дает эмоции как минимум там стоит c38 мотор который не слабо едет он ездить ехал не слабо и на рсках ехал и на мспшках и на мастерах не слабо ехал опять же все решает силовая часть если контроллер и прошивку нормально зарядить я думаю что можно еще больше раскрыть потенциал этого колеса вот но в той конфигурации которая сейчас есть оно едет неплохо обязательно нужно понимать только жесткий режим средний режим это вообще вата просто я даже боюсь представить что будет на мягком режиме то есть жесткий режим на рейс моде ок отлично для пч вообще хорошо жесткий режим оффроуд тоже если вы любите катать оффроуд или любите заезжать тоже отлично в этом плане типичное стандартное поведение педали вигоды и плавают кстати в поворотах меньше педали чем на ветеране надо отдать должное за это мы любим вигод вот касательно внешки касательно всех вот этих моментов которые мы можем сравнить или не сравнивать даже ну вообще два разных колеса они хоть и имеют прямоугольную форму и 16 диаметр посадочный по покрышке по поводу но при этом внешка у них совсем разная потом какой-то грубый такой какой-то такой не знаю своеобразный экстрим был менее мне по дизайну нравится больше все-таки они добавили более больше брутальных деталей металлических черный с серебром смотрится более броско более контрастно и это как-то его выделяет мне понравилось что стоит фарс свет-теневой границей может быть она светит не так ярко как хотелось бы потому что допустим на x30 у меня стоит фара она светит реально ярко но мы ее питали от кастаной DC на экстрим был мини стоит тоже похожая фара но видимо на нее подает меньше тока но по факту свет-теневая граница есть на проезжей части колесо тоже хорошо видно задний стопак видно тоже отлично он постоянно мигает достаточно ярко и в темное время суток будете заметны 100% еще что понравилось что колесо тоже сделано в таком брутальном металлическом каркасе есть прорези полости под дополнительные как я понимаю рассеютели но почему-то в младшую модель не завезли этих рассеютелей надеюсь в будущем они их завезут по центру тяжести я бы наверное больше облегчил голову ну или верхнюю часть экстримбула потому что явно на перекладках колесо ощущается чуть более тяжелым чем тот же паттон паттон все-таки легче они как-то не знаю как они облегчили голову но вот эта пластиковая крышка которая сверху она как раз таки видимо и играет роль вот в этих ощущениях когда ты колесо кидаешь слева на правую ногу когда тебе нужно быстро делать слалом где-то или мы берем по аналогии например езду по тропинкам в лесах в Чулково по скорости понравилось то что в целом он позволяет ехать достаточно быстро я добрался там до 85% пвм это было примерно 76-77 км в час что отличный результат я считаю потому что например тот же паттон он начинает тебе пищать и долбить уже на 65-67 причем независимо от того ездишь ты в рейс с моде с ослаблением поля либо ты ездишь в обычном оффроуд режиме на паттоне он все равно тебе на одной и той же скорости начинает пищать понятно что возможно шим будет нарастать чуть более плавно на режиме ослабления поля но как-то вот это немножко напрягает до сих пор еще скажем так внутренний бегудист внутри меня до сих пор еще привык и ждет вот этих поведений ждет еще тех самых ощущений которые давал бегут то есть мне не дает колесо немножко расслабиться ребята говорят что там и до 80 можно паттон кочегарить но мне все равно вот как-то внутренне есть какой-то блок еще относительно этого колеса поэтому до сих пор прикатываюсь вот примерно так ну и по недостаткам которые явный недостаток это наверно ручка которая низковата которая выглядит слишком дешево я считаю что для общей концепции которого они заложили в дизайн с обилием металлических деталей ручка ну прям вообще не клеится просто как будто взяли оторвали от чемодана можно было и получше но при этом педали просто навешивают паттону за обе щеки педали бегут это по сути эталон и я считаю что все производители должны как минимум делать что-то подобное потому что цены на колеса стали выше но качество педалей почему-то выше стало только у бегута вот касательно ширины того же обода на паттоне будет чуть шире обод на V14 будет еще шире чем на паттоне ну и примерно такой же на V14 как и на экстриме обод сильной разницы если честно я не особо особо почувствовал по шейне обода я думаю больше будет ролять резина нежели шина обода далее по подвеске конкретно по настройке амартов к сожалению возможности еще больше разжать подвеску и сделать отскок еще быстрее нету сейчас весь конфиг который на колесе предустановлен он максимально расслабленный но при этом я чувствую что для того что мне прыгнуть мне нужно прям тянуть за собой колесо оно мне не сильно в этом помогает то есть мне бы хотелось чтобы колесо было более прыгучим чтобы оно чуть больше меня подкидывало наверх но опять же если упоры снизу хорошо правильно установлены нога хорошо зафиксирована на педалях прыгать это помогает тебе и ты особо на этот счет не переживаешь вот по поводу из-за сидя все-таки были на паттоне чуть комфортнее ездить потому что у него широкая вот эта головешка и задняя ручка она вот как раз является ограничителем упором куда ты жопу упираешь и при этом можешь хоть как-то ехать сидя на экстриме что-то не сидя вообще не зашло оно прям низкая голова вот эта верхняя крышка тоже очень такая узенькая тверденькая и сзади нету ручки в которую можно было переться это конечно тебя немножечко огорчает ехать сидя можно но блин это просто ну вообще не про экстрим как минимум там нужна какая-то кастомная накладка сидушка дополнительная ручка ну короче нужно что-то колхозить что-то делать чтобы была возможность более-менее нормально катить сидя но при этом если вы усядетесь проблем с поддержанием скорости никаких нет вот ну и по эмоциям эмоции дает колесо оно едет ровно так ровно настолько сколько вот оно стоит паттон чуть дороже экстрим тот же бегут экстрим тоже на уровне с паттоном по цене вот можно сравнить что они в своей лиге а экстрим булл мини он в своей лиге поэтому я считаю что за свой прайс он едет более чем адекватно и при этом занимает определенную нишу вот наверное колес которые будут ехать лучше чем т4 лучше чем с 16 про но при этом будут чуть чуть ниже по рангу чем паттон и экстрим и чем бегут экстрим это вот чисто мое мнение потому что я бы конечно хотел чуть больше торка прям чтобы он подрывал тебя прям конкретно алгоритмы безусловно помогают они скажем так даже где-то провоцирует под навалить но торможение вот я пробовал экстренно тормозить что что на паттоне что на экстрим булл мини что на бегут экстрим одно из самых лютых торможений это экстрим булл экстрим блин господи с этими колесами очень сложно не запутаться в названиях понапридумывали конечно китайцы много короче самое жесткое торможение это на c40 моторе у экстрима и у паттона на мягком режиме на жестком режиме паттон вообще мертво тормозит там надо я не знаю какие усилия прилагать чтобы он тормозило чтобы он нормально тормозил только нужно ставить мягкий режим педали на экстриме средний режим ставишь и у тебя отлично тормозит колесо просто как вкопанное останавливается на минике он к сожалению ты чувствуешь что мотор c38 ему не хватает вот этого кпд чтобы тебя прям жестко тормозить но при этом да ты можешь если какие-то небольшие даже кочки попадаются даже до свиста резины можно дожать эту историю вот так что в целом годный аппарат за свои бабки надеюсь что бегут все-таки его заапдейт еще немножко не будут его скажем так кидать в том состоянии который есть то есть добавят подсветочку спереди добавят подсветочку сзади заапдейт аморты чтобы они работали лучше были более чувствительные подкрутят ему отскок более в быструю сторону чтобы можно было сделать сделать саму возможность регулировки пружины чтобы был какой-то преднатяг чтобы ее можно ослабить было и получить более комфортную мягкую подвеску ну по крайней мере чтобы ты это явно ощущал когда ездишь и колесо по мелочам отрабатывает что-либо ну и возможно если бы они хотели спозиционировать это колесо как оффроуд историю нужно его наверное все-таки поставлять с оффроуд резиной но при всем при этом слик нас четко нам четко дает понять для каких целей это кольцо делается оно делается для тротуара оно делается для небольших прохватов по проезжей части с возможностью иногда съезжать в оффроуд поэтому как они спозиционировали примерно вот так я его ощущаю и все его плюсы как раз раскрываются больше на асфальте потому что бегут это алгоритмы асфальта это алгоритмы навала по трекам по асфальту естественно и во всем этом его прелесть ну что ж вот такие у меня впечатления такие у меня чувства относительно этого колесика оно достаточно интересное поэтому покупать его не покупать решать только вам я остаюсь на своем потоне буду его дальше дрючить осваивать и привыкать к его алгоритму потому что на данный момент его потенциал еще не раскрыт полностью а в экстриме в экстрим был менее я естественно быстро уперся в его ограничители в его максималку в его тягу мотора и я по сути для себя ничего нового о нем не узнал то есть примерно все то что я о нем предполагал оно все и подтвердилось так что вот такие вот пироги ребятки спасибо что зашли к нам на канал спасибо что посмотрели наш обзор надеюсь мои эмоции впечатления и заметки будут для вас полезны и вы узнали что-то новое о этом не супер распространенном моноколесе спасибо за просмотр до новых встреч пока